Астраханская область одна из первых в стране стала жить в рамках изменений 131 федерального закона. Наиболее важные и затратные вопросы перешли от поселковой власти к районной. Также начался процесс объединения сельских муниципалитетов. Полномочный представитель губернатора в Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований Виктория Гурьянова побывала в Ахтубинском районе, чтобы предложить главам муниципальных образований поселений объединиться. Такое укропнение, по словам Полпреда, пойдет жителям сел только на пользу. Еще в 2015 году губернатор Александр Жилкин отметил, что к объединению муниципалитетов нужен индивидуальный подход. Там, где эффективный глава, который находит решение, связанное с финансовыми ресурсами по обустройству населенного пункта на ведение порядка, вопрос об объединении не стоит. Еще глава региона подчеркнул, что процесс укропнения муниципалитетов надо начинать. Это факт. В любом случае, в каждом населенном пункте все равно останется представительство муниципальной власти. Полномочный представитель губернатора Астраханской области в Думе и представительных органах муниципальных образований Виктория Гурьянова при встрече с главами поселения рассказала об опыте объединения муниципальных образований в других районах области. К тому же работа по укропнению небольших поселений к настоящему моменту осуществляется более чем в 30 субъектах Российской Федерации. На территории поселений, как правило, нет своих производств ресурсной базы, а значит и собираемых в местный бюджет налогов. В некоторых муниципалитетах удельный вес расходов на содержание управленческого аппарата превышает две трети доходов местного бюджета. Есть проблемы и с уровнем профессионального образования муниципальных служащих. Чтобы не быть голословными, перед участниками совещания с докладом о финансовом положении поселений выступила главный финансист района. Несмотря на принимаемые меры, бюджеты муниципальных образований поселений остаются несбалансированными. На 2018 год несбалансированы бюджеты шести сельских поселений. Это село Садовое, Устинский сельский совет, Батайский сельский совет, муниципальное образование Сокрутовский сельский совет, село Пироговка и Удачинский сельский совет. Исходя из расчетных расходов и расчетных доходов, указанным бюджетом муниципальных образований поселений от Тубинского района, в целом в целях дополнительного финансового обеспечения расходными обязательствами, связанными с решением вопроса местного значения на 2018 год, планируется предоставление нового межбюджетного трансферта на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоправления по вопросам местного значения в разделе 3 млн 824 тыс. рублей. Расчет размера иного межбюджетного трансферта на 2018 год осуществлен в соответствии с порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования и бюджета муниципальных образований поселения, утвержденным решением Совета муниципального образования Ахтубинский район, исходя из возможностей доходной базы муниципального образования Ахтубинский район. Полпред Виктория Гурьянова, опираясь на опыт других районов, утверждала, что объединение не принесло неудобств местным жителям. Напротив, вдвое сократилась кредиторская задолженность муниципалитетов. Погашены долги по коммунальным услугам и зарплате. Возобновлена интернет-связь, также решена проблема нехватки кадров, сокращены расходы на управленческий аппарат, появились возможности для развития поселений. Вся страна идет по такому пути. А раз вся страна идет по такому пути, значит, ну, как это сказать, все-таки, значит, там же тоже какие-то умные люди. Да, этот процесс очень сильно идет в северных территориях, понятно, в силу причин отдаленности разрозненные. Но другие территории замахиваются еще более стратегически, чем мы с вами. А они сразу округа уходят. Пожалуйста, давайте попробуем таким путем. Мы почему вам и говорим, что мы хотим вас услышать, послушать. Просто полагаем, что совсем ничего не делаем. Это неправильный путь, это путь никуда. В никуда главы поселений идти не хотели, но и принимать все сразу на веру не торопились. Было немало сомнений и вопросов. Что станет с поселениями в случае объединения? Не ухудшится ли жизнь людей после преобразований? Глава села Болхуны, к примеру, против объединения с соседями ничего не имеет, но не видит в этом смысла, пока не будет решен вопрос с дорогами. Менялись руководители района, приезжали гости с Астрахани. Все обещали построить эту дорогу. Ноль, ноль. Вот уже жизнь короче становится, а дороги нет. Хотя мы бороздим космические океаны, протягиваем куда-то газ, а у нас нет. Пока дороги не будет, не будет и объединения. Сделайте дорогу, я хоть завтра объединюсь. Волновал глав муниципальных образований и вопрос расстояний. Как объединять поселения, если между ними не один десяток километров? У нас еще поселок Верблюжий есть, в 7 километрах от нас. И как бы, сами видите, рядом с нами это Золотухинский сельсовет, он в тех же должниках. Пироговка тоже, наши соседи через 35 километров, тоже в должниках. Ну вот уже, может, великовато. Да, но он каларий пропишет, да. И куда? Остается до Болхун. До Болхун буквально 50 километров от нас. Нельзя сказать, что главы поселений уж очень крепко держались за свои места. Положение у них не слишком завидное. Немного полномочий, но и те, что имеются, не подкреплены финансово. Как говорится, власть есть, а денег нет. Тут больше дело в ответственности перед односельчанами. Не пострадают ли они от объединений? Как пояснила Виктория Гурьянова, сами поселения, как административно-территориальные единицы, своего статуса не меняют. Как было село удачное, так оно и останется селом. Соответственно, и все 13 несгораемых льгот для сельских жителей, в том числе педагогов, медиков, работников культуры и соцсферы, сохраняются в полном объеме. В паспортах местных жителей ничего не меняется, заверила полпред. Еще один вопрос, который задавали главы поселений. Что же теперь? Жителям сел придется ездить за 3-9 земель за каждой справкой? Виктория Гурьянова предложила уточнить, о каких мифических справках идет речь. Если мы говорим о справке об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, за ней идут в ресурсоснабжающие организации. И это никак не связано с преобразованием. По факту в сельсовет идут только за одной справкой о составе семьи. И ездить за ней никуда не придется. В каждом селе останутся представители местной власти. Депутат Думы Астраханской области Алексей Фурик не считает, что укропнение муниципалитетов – это решение всех проблем. И при решении вопроса стоит взвесить все плюсы и минусы. Моя точка зрения следующее. Вот это объединение – это, конечно, не панацея всех бед. Абсолютно. Она не спасет. Почему я так говорю? Потому что, к сожалению, здесь не рассматривается экономические критерии объединения, которых нет. Здесь рассматривается только критерия объединения с учетом того, что бюджет формируется по дешевому принципу. Если мы сейчас объединимся, будет новый спалитет, то будет больше населения. А с учетом нового населения этой новой территории будет больше денег. Значит, оттуда, с области в том числе идей. И вроде у нас что-то будет. Но, к большому сожалению, это так и есть. Население по каждому практически населенному пункту, я знаю население, ситуацию по населенным пунктам, пока в населенном пункте оно не растет. Оно медленно, медленно, дистатическое, в физическом исчислении оно уменьшается. И через энное количество времени мы приходим к такому варианту, что от чего ушли и к тому пришли. И нам тоже денег не будет хватать на содержание той же инфраструктуры, исполнения тех же полномочий, которые есть. Нас не будет хватать денег. Поэтому вот этот вариант, который предлагается объединение, это просто не то, что так, область очень сильно хочет объединять. Нет, нечего делать, не ездят и хотят объединять. Это чисто такой тактический шаг вот в этот период, в это время для того, чтобы немножко оттянуть вот это, развитие вот этой ситуации, как я уже сказал. Но она не перспективна, в трагедийском плане она не дееспособна. Сейчас более состоятельными муниципалитетами считаются те, где больше численность населения. Там, соответственно, больше дотаций из областного бюджета. Но, к сожалению, рассчитывать только на это, по мнению депутата областной думы, не стоит. С каждым годом численность населения в сельской местности убывает. Встреча не ограничилась рамками вопроса об укрупнении поселений. Главы, пользуясь случаем, пытались поднять все проблемы, которые есть на селе. Это и нехватка специалистов, и отсутствие финансов, и работа с населением. Которая, кстати, выдвигает немало претензий ко всем уровням власти. Пол-пред Виктория Гурьянова, по ее словам, ничего нового не услышала. Она тоже встречается с населением и знает задачи, которые стоят перед руководством. Власть, всем объясняю, должна создавать условия для привлечения врачей, учителей на село и на все остальное. Но сказать, почему, извините, у нас недобор, потому что недобор. Потому что сейчас идет объективная ситуация так, что идут, в первую очередь, на инженерные профессии, потом юридические, потом финансовые, потом уже там в конце врачи. Но разве за это мы тоже с вами должны за все отвечать? Я полагаю, нет. Так что, почему вот небо сегодня серое? Да я, кстати, солнце очень люблю. Ну, а там вот сегодня серое. Есть вещи, и это людям нужно правильно объяснять и преподносить. Мы только с вами сегодня говорим. Народ наш не такой глупый, как вам кажется. Все умные, все ушлые, все знают, что им положено от государства. Но при этом, как инициативу, давайте по идеальным вещам. Я вам еще раз говорю, живу в многоквартирном доме. Я не могу на субботник в апреле никого из своего подъезда вытащить. В лучшем случае мы дадим деньги, вы как хотите. А что, я вышла с метлой, другой с лопатой, третий с банкой краски до белой. Да я ее куплю. И бордюр покрасить, и выйти с детьми, включить музыку через окно открытое. Для этого тоже нужна власть. Поэтому, когда мы начинаем с вами всю эту воду, не принимают и не понимают. Итоги встречи подвел глава района. Виктор Ведищев настаивал на том, что надо все хорошо взвесить. И для этого у муниципалитетов есть время. Уже после встречи с полпредом Виктории Гурьяновой, Виктор Ведищев прокомментировал свою позицию по вопросу укропнения муниципалитетов. Представители области приехали в лицо Гурьянове, Викторию Валентинову, выслушать. Для того, чтобы разговор состоялся более продуктивно, мы показали финансовую ситуацию всех поселений, кто как проживает. И после этого начался разговор. Моя точка зрения, что разговор так был, типа разведка в бою, как что. Когда вопрос стал о том, что будет какая-то экономия, то в принципе говорить нечего. В любом случае Виктория Валентиновна говорит, что два человека будут работать, а некоторые говорят, что сейчас двое мы работаем. В чем же экономия-то была? Поэтому никто экономическую сторону не считал. А почему это объединение идет только с точки зрения экономической ситуации? Недостаточно средств даже на заработную плату. Моя точка зрения, если и объединять, то не так, как в Черном Юру. Например, у нас есть необходимость объединить три населенных пункта в один. Я это вижу. Центр Золотуха, Удачная и Пироговка напрашиваются. Потому что Золотуха вышла из этого состояния, когда денег не хватает. Удачная, сильно поправила свою позицию. Пироговка как была потенциально в убытках, так она и есть. Что касается сокрутовки, чуть-чуть там поправили ситуацию. Но мы видим, что Болхоны, если к Болхонам присоединить Золотуху, никаким образом не повлияет на состояние власти и работы муниципалитета в Болхонах. А наоборот, даже будет лучше. И, конечно, если брать по северу, это Садово. Которая там даже по тем доходам, которые там есть, даже нет заработного плата даже для главы. Если говорить, то это наше предложение объединения. Конечно, мы не снимаем с повестки дня главный вопрос объединения. Город и район. Мы говорим об объединении муниципалитетов. Но мы не говорим о главном. Мы говорим, взять Харабали, там объединение произошло. Районного центра городского. Камызяк, Лиман, Красная Яра и так далее. Только одни мы. Поэтому, конечно, нам не хотелось бы, чтобы мы выглядели всегда в этом плане отстающим. Но выстающим как компл. То есть, все новшества, они якобы такие самопрогрессивные. В любом случае, в любом действии, особенно в отношении власти, то есть ее реформации или какие-то изменения серьезные, они должны быть просчитаны от начала до конца. Здесь поспешать нельзя, но в любом случае эти вопросы надо решать. Поэтому я считаю, что если будет улучшаться финансовая ситуация района, мы не будем объединять. Мы посмотрим по итогам вот этого года, какая перспектива будет на 2018 год, заставить еще муниципалитеты работать. Если ситуация не будет финансовая, я имею в виду по бюджету меняться, нам никуда не деться. Нам придется проводить реформу по объединению муниципалитетов. Что будет дальше с поселениями Ахтубинского района, покажет время. Пока же Виктор Ведищев уверен в одном, что никогда не должен быть нарушен принцип доступности власти для населения.